Здравствуйте, друзья! У нас такой небольшой будет, можно сказать, вебинарчик. Просто я вам покажу в режиме вебинара. Тут новость, которая меня заинтересовала на сайте Bloomberg. Джорджтаунский университет проводил исследование. И выясняется, что выпускники американских колледжей, те, которые со степенью бакалавра, как бы сказать, либо не очень, либо совсем ничего, либо потеряли в деньгах по сравнению с тем, как это было некоторое время назад. Вот говорят, что степень бакалавра когда-то был билет в комфорт среднего класса, в комфортную жизнь среднего класса, а сейчас так теряет привлекательность. И сравниваются, давайте я сразу к табличке приведу. Значит, табличка говорит, у нас есть 2009-2010 год. Это когда мы еще не вышли из кризиса, экономика еще не стала так как бы восстанавливаться, но вот где-то на грани этого. То есть еще не очень хорошая экономика, так скажем. И 2014-2015, тоже может быть не так замечательно, как прямо вот сейчас, но спустя, значит, сколько там, пять лет. И мы смотрим на специальность, на профессию, и что было с денежками за пять лет до, и то, что было через пять лет после. Я сейчас немножко вот так его вниз прокручу, чтобы была видна вся табличка. Давайте я так попробую, удастся мне. Да, значит, там, если я еще ниже пойду, то там будет, а нет, да, будет написано, что это Georgetown University Center on Education and the Workforce Analysis. Да, значит, давайте я вернусь. Вот. Вот вся табличка уместилась. Значит, смотрите, что получается. Сельское хозяйство и природные ресурсы на тысячу баксов, можно сказать, меньше. Ну, можно сказать, ну, тысяча баксов. Ну, примерно то же самое за пять лет, все-таки могло бы и вырасти тоже. Но немножко, немножечко, немножечко упало. Архитектура и инжиниринг 59-56, немножечко упало. Но искусство, arts, да, значит, 33-32. Ну, они и раньше, надо сказать, немного зарабатывали. Биология 35-31, господи. Бизнес 44-41. Коммуникейшнс, журналистика 37-36. Компьютеры. Все-таки компьютеры посолиднее выглядят. Компьютеры, статистика, математика 52-50. Что-то как-то все теряют, хоть кто-нибудь наварил там. Давайте сейчас посмотрим. Образование 37-34. Здравоохранение, значит, 48-45. Humanities and Liberal Arts. Эти много не зарабатывают. 35-33. Industrial Arts, Consumer Services, Recreation. Тоже скромненько, ребята, очень скромненько. Юристы. Вот все думают, что вот там, понимаешь, адвокаты, они там миллионы получают. Конечно, тот, который бакалавра получил, так сказать, в праве, это еще не адвокат. Ну, так. Но вот тут тоже, видите, они не безумные деньги получают. Причем у них и упало путь здоров. С 39-ти до 33-х. Они могут работать паралегалами, например, где-нибудь. Physical Sciences, да? Значит, что ж так с физиками-то? Это Physical Sciences. Окей, наверное, физики. Я так понимаю, что это физики. 39-37. Психология 33-31. И Social Sciences. Удивительно, что вот тут еще как-то им даже более прилично платят, чем, скажем, психологам. Но не суть. Я, честно сказать, смотрю на этот список и не вижу, чтобы хоть у кого-то приросло. Да? Вот вы тоже вместе со мной смотрите. Не вижу, чтобы у кого-то приросло. Вот такая интересная картинка. Я думаю, что интересно было бы на мастеров посмотреть. Наверное, мастера там у них получше стало, я даже не знаю. Но вот, в принципе, это люди без опыта. Это люди, которые только-только из университета. И, соответственно, вот не так много у них. Хотя я понимаю, что это в среднем по стране идет. Но вот у нас, например, в Кремниевой долине, если человек вышел из университета, и у него компьютер-сайенс, например, то в зависимости от степени приличности этого университета, это может быть и 65, и 70, и 85 тоже. А если он там и Стэнфорда, и из Беркли, может быть и больше этого тоже. То есть, это все очень усредненно по стране. Но вот, тем не менее, вот такая картинка, и как всякая статистическая картинка, она, может быть, где-то немножко обманывает. Ну, вот так. О, это я еще, на самом деле, до конца не дочитал. Значит, так. Вот разница между, значит, специализациями, да? О, господи, теология, компьютер-сайенс, финансы, биология. Ну, вот вы видите, что делается. Так. Да. Они там пытаются объяснить, почему такое происходит, но что-то я не вижу там ничего такого, что стоит вашего внимания. Просто как факт. Дело даже не в том, почему так происходит, но вот факт. Так что, вот такая маленькая такая история, небольшая, и до скорых встреч. Я с вами прощаюсь. Я с вами прощаюсь.